Приезжаем на Московский вокзал в центре Петербурга и направляемся, да, вот здесь рядышком станция Площадь Восстания и направляемся постепенно по Олиговскому проспекту в сторону модного клуба грибоедов. Сегодня там ожидается концерт монстры питерского регги и ска латино. Это Марк Шеллер Кунст. По пути как раз-таки в клуб грибоедов можно наткнуться на фишфабрик и заглянуть сюда. Фишфабрик также известен своей монстрозностью, так скажем, клубу очень много-много лет. В клубе до сих пор проходят концерты местечковые. Ну, чем он известен? Тем, что здесь собирается всякая арт-тусовка в Санкт-Петербурге. Ну, пойдемте заглянем, посмотрим. Анонсы разных мероприятий, которые проходят на Пушкинской, 10. Вот, да, культовое место старейшей андеграундной клуба Питера. Андеграундная обстановочка здесь. Это сцены, иногда проходят концерты. В том числе Ленинград как раз-таки начинал вот с этой сцены. Знаменитое место. Даже не верится, что мы сейчас вышли, свернули с Лиговского проспекта и оказались в этом артистическом месте. Это был некогда сквот. На самом деле, сегодня здесь очень много разных ателье художественных. Там выставки проходят, школа диджеинга. И вот так вот дворами, дворами. Оу, какие замечательные граффити. Сейчас, конечно, темно, ничего не видно. Надо будет сюда прийти и сделать также обзор. Ну вот, дворами Питера можно ходить, свернуть на Лиговском проспекте и выйти где-нибудь на Невском проспекте. Ну, а мы двигаем в клуб грибоедов. О нем чуть позже. Из переулка выезжает трамвай просто. И поехал дальше по Лиговскому проспекту. Это как раз-таки этажи. На крыше этого дома устроена панорамная площадка. Вход, конечно, там в нескольких сотен стоит. В нем очень замечательный вид. Открывается на крыше Петербурга. И как раз-таки вот Петербург, чем знаменателен Питер, это окно в Европу. Вот взять маршедер Кунс, который объединил в себе и латинские ритмы, скашные ритмы и регги. Как раз-таки то, чего нет в Москве. Ходить-то надо на работу, навестить своих ребят. Всех угощить и считать, что еще они это не умеют. Жить красиво, даже если запустят. А я постру, обчитаю всю. Лишневый сад. Женщин даже есть привычки, розы тоже не с руки. Одними из основателей этого клуба являются музыканты группы «Два самолета». Они были идейными вдохновителями и как раз-таки придумали название «Модный клуб грибоедов». Не Достоевский, а «Грибоедов». Ну да, «Грибоедов» тоже было в Петербурге, почему бы и нет. Интересное вообще название, честно говоря, я так и не нашел. Почему в бывшем бомбоубежище расположился клуб, который назвали «Грибоедов». Как это вообще возможно? Не знаю. В общем, не нашел я информации. Интервью читал с основоположниками клуба, но ничего не нашел. Клубы уже за 20 лет. Сверху, конечно, уже террасу сделали. А так дети катались с крыши зимой на санках. Вот так вот сейчас выглядит «Грибоедов», «Разросы». Построили сверху на полубежищем террасу. И вот здесь также есть дополнительные сцены. И все концерты здесь проходят. 18 октября 27 лет в концерт. Приходите, зарядились летними битами. На месяц вперед согреты. Приходите тоже на концерты «Мак Шейдер Кунс». Улицы уже опустили. Все на Невский проспект свалили. Потому что там уличные концерты. Молодые группы, молодые неизвестные исполнители. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч! Спасибо, праздник, сердце. Вот так вот в любимом заведении. И пролетает в одно мгновение буквально 4,5 часа нашего концерта.